так ну что снова здравствуй дорогой зритель достаточно интересная посылка интересно чем взял я весь не ошибаюсь по скидке купи там с товарищем то есть заходишь там кто-то уже присутствует да ну собственно говоря чем взял я там рублей за 300 при этом отправили с деком сдать мне короче мост выносил выносил говорим пополам доставили безум не просто так это собственно говоря их не там упаковка потому что это как только бизоны называют что-то в этом духе не вскрывалась ли она как-то слаболазненько короче запечатано но внутри тоже смотрим бизончик все дела н 4391-5 б 288 поля бизон делим все дела в общем по-взрослому вот что-то нет много скотча не да чтоб тебя как чё нажал в тебя резать что-ли ну давай нажим пойду фантик бумажка еще бумажка оберточная бумажка вы помните в подобную ерунду заворачивали чего-то собственно говоря сам бизон день запах какой-то непонят еще бумажка еще бумажка по-взрослому с голограммка прям с какой-то сколько тут еще бумажек будет я не знаю сколько еще будет бумажек давайте посмотрим его на практичность насколько он мне подойдет я если помните пользуюсь в принципе да он там как бы примерно год живет выжил достаточно удобно у него расположено отделение он закрывается кучу карт можно засунуть сюда 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 можно совать деньги сюда можно совать деньги опять же карты дополнительно маленькая какая-то фигулинка но и вот за вот этот год у меня ведь немножко он все-таки поднадорвался при этом живет до сюда предполагалось телефон но реально телефон носить неудобно давайте посмотрим насколько у нас с этим делом справится день начнем с и так куда например денежки сюда залезают без проблем тут у нас еще есть отделение со смолнией которая вот видите изначально я его пытался получается закрыть а он открылся то есть молния у нас изначально все-таки немножко разошлась не тот час закрыл а теперь давайте попытаемся открыть открылась вроде нормально вроде заработал сам может какие-то монетки засовывать либо что-нибудь за молнию что хрен знает что ну что-нибудь короче можно засунуть так ну и посмотрим как он будет выглядеть если вот он набить так Водительское удостоверение у меня, оказывается, есть все-таки. Сюда можно либо водительское, либо пропуск. Не знаю, короче, что-нибудь в этом духе. Так, давайте дальше. Поезд мщица из Стамбула, пойдем и на Москву. Я сижу на верхней полке и кого-то жду. В темноте я замечаю чей-то чемодан. Сердце радостно забилось, что-то было там. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Парам-пам. Пам-пам. Иди сюда. Пам-пам. Не успел я дотянуться до него рукой. Как открылись все двери, входит трудовой. Ну, что-то как-то уже пожестче. Да ой, вдруг меня сплотили. Кто кричит убить. Кто кричит пустить исхода, пусть себе летит. И пустили меня сходу прямо под откос. Поломал я руки ноги, поцарапал нос. А никогда я не забуду этот паровоз. Не знаю, ребят. Что-то вроде вот как бы сложился. По размеру вроде все то же самое. Держать вроде удобно. Вот что-то как-то. Давайте посмотрим, как вынимать. Вынимать вроде каждую по отдельности карту вполне удобно. Не знаю, ПТС-ка уместится, не уместится. Но вот на выходе вот такая вот ерунда получилась. Не знаю, может быть даже на него перейду. Потому что я не помню, почему мне захотелось в новый лопатник. Или он его знает, не знаю. Но по мне, по-моему, очень даже. Ну, единственное, закосарь дорого нет. Которой его является регулярная цена, не скажу. Вроде как прошито более-менее вроде. По запаху тоже вроде нормуль. Сжигалки у меня сейчас под рукой нету. Проверить, из чего это сделано. Ну, в целом, по-моему, очень даже неплохо кошелек. Вот это точно в времени проверено. Если я там найду на него ссылку, кину ее в обзор. Ну, на эту тоже кину. И посмотрите. Если заходить через мобильное приложение, по-моему, там есть купить с другом. И, в общем, там бывают некоторые вещи. Можно недорого хватануть. Ну, с отправкой с ДЭКом отправляю. Зайсим все. Всем всего. До скорых встреч. Будем тестить. Субтитры сделал DimaTorzok